Да, нам не нужно много действий предпринимать, чтобы вкладывать сообщения, у нас есть соцсети, ну, в общем, куча-куча способов того, как можно общаться. То есть, в принципе, говоря о прозрачности, о подотчетности и открытой коммуникации, мы можем сказать с уверенностью, что технологии, так технологии, находятся в сердце этих вещей. Но мы не можем сказать то же самое о коллективном действии на данный момент, и в этом мы видим основную проблему, как Changer. Потому что интернет-технологии действительно, там, естественно, коммуникации прекрасны, да, есть СМИ, которые сейчас находятся в соцсетях, люди, которые соцсетями становятся СМИ, вот, да, мы действительно можем держать, там, не знаю, требовать подотчетности от, я не знаю, компаний и так далее, компания привыкнет свои отчеты, да, то есть все становится довольно прозрачным благодаря технологии. Но коллективное действие людей, это необходимое условие для социального перемен, чтобы люди, на самом деле, люди информированы, люди знают, что происходит, люди умеют друг другу общаться легко, но не происходит само действие. То есть что люди теперь делают. И вот, на самом деле, вот этот вот момент как раз и момент, где появляется Changer говорит, что нам нужно больше инструментов, больше качественных инструментов для того, чтобы люди могли организовываться вместе и эффективно решать проблему. И тот вариант, который предлагает Changer, как известно, это онлайн-позиция. Вот. То есть это немножко про контекст того, почему, где мы находимся, и какой у нас фокус, и почему этот фокус. И мы считаем, что, действительно, с теми технологиями, как бы, технологиями, которые у нас есть, уникальным моментом развития нашего человечества, когда у нас столько возможностей что-то сделать, да, действия, как бы, там, процент людей, которые принимают какое-то действие, после того, как видеть контент или пообщать с друзьями, резко уменьшается. И мы стараемся создать такие инструменты, которые бы позволили людям более легко работать друг друг другу для того, чтобы решать конкретные проблемы. Вот эту историю мы знаем найти или нет, какая-то свежая история, по-моему, что в деле. Светлана Лапина-Щелкова чела петицию, потому что она два года борется, порвалась с Сбербанком. История довольно, ну, довольно интересная, и, конечно, Женя, она, как бы, не единственный пример такой ситуации. У нее в 2014 году она взяла кредит на могукую квартиру Сбербанке, там же взяла страховой полис, да, и в 2014 году у нее нашли четвертый стиль. Посылки и петиции, что, ну, там начались дальше судебные результаты, потому что страховая компания оказалась платить, страховая компания Сбербанка оказалась платить страховку, вместо этого, в общем, она страну дала в суд, суд он отвыкнул, но потом банк подал винации, и начались вот эти судебные процессы. И, кроме того, банк потребовал лучше, чтобы за неустойку, да, которую там меня и так далее, чтобы Светлана дала свою квартиру. В итоге Светлана, в общем, в такой ситуации, когда ей нужно лечиться, и вместо этого она все деньги тратит на адвоката, сидит на судах, в общем, жизнь уходит буквально перед ней. И она начала петицию буквально за, наверное, дней 5, ее подписали 407 тысяч человек, и через дней 7, неделя с памятника начала петицию, Сбербанк ответил, правда, белое сообщение через платформу и сказал, что они изменяются, и они больше не забирали все дела из судов, возвращали их квартиру, и больше того, они сказали, что они платят часть ее автографии и расходов, но и самое главное, что они пересмотрят свою политику по отношению к тому, как они работают с такими делами. В общем, очень крутой пример того, как личная история, да, приливают очень важные системные примеры. Но таких историй, на самом деле, много, я через эту презентацию вам расскажу. Но это как раз пример того, что такое, что, да, почему мы делим акцент на онлайн-петиции. И, понятно говоря, онлайн-петиции, ну, важно говорить, что очень жестко, естественно, это не будет думал, но если раньше, чтобы собрать подписи или петиции, не нужно было потратить секундное количество времени, нужно было ходить от двери к двери, уговаривать людей, рассказывать, и мы могли бы собрать, ну, уже сто тысяч, сто подписей, можно сказать, полдня и так далее, чтобы он дарял технологиями, это все стало гораздо проще, можно собирать подписи из различных, там, стран, можно это делать очень быстро и за час можно активно реализовать вот такое вот сообщество людей, ну, не за час, а за неделю, да, которые 407 тысяч человек, которые поддерживают тебя и хотят, чтобы ты действительно добил справедливости. Но есть и другая сторона этого, которая для нас более важна. И это то, что собираем подписи на чей-рек, автор не просто собирает подписи, а он объединяет людей. Ведь за каждой подписью стоит человек, которому действительно важна та или иная проблема. Этот человек, и мы знаем это точно, готов помочь не просто подписать петиции, а сделать еще что-то. И вот этот вот кусок мы всегда говорим об пользователям и журналистам, мы говорим о том, что создание петиции, это мы вложились, мы потратили столько времени и усилились, чтобы сделать этот процесс максимально простым и в легком создании петиции. Но в то время, как это легкий процесс, это самый первый, только самый первый шаг, который человек делает, для того, чтобы победить свою компанию, успешно выйти в свою компанию онлайн. После этого начинается та важная работа, тот путь к победе, о котором многие не догадываются. Потому что, допустим, если у меня есть то, как пишут журналисты, очень часто очевидно, все акцент на количество подписей. И, действительно, это важно. Но на самом деле акцент идет не на количество подписей, и не на тот факт, что это формальные и неформальные документы, какой-либо он мог увидеть, а именно то, что это сообщество людей, которые введены вокруг какой-то определенной проблемой. Временное сообщество людей. Эти люди победят и разойдутся. Но на данный момент они здесь, и они готовы помочь, и это очень важный индукальный ресурс. Теперь вопрос, как его использовать. Потому что, действительно, когда люди... То есть, представьте, что если это был на Change.org, по какой-нибудь странице в Facebook вашей инициативе, то же самое, как эти люди могут помочь. Это очень важная штука, которую забывают очень многие, и в том числе, о которой мы догадываем сами авторы аппетиций. Потому что аппетиций у нас очень много. Они рассказывают свои истории, но тогда мы говорим о том, что, окей, у вас вот столько теперь подписантов, да, давайте агитируйте и предлагайте им, советуйтесь с ними, спрашивайте у них вопросы, как они можете работать вместе и так далее. И в этом заключается идея очень важная, потому что мы хотим в результате создать платформу, на которой вы работали и общались свободно. Авторы петиции, писанты петиции, люди, которые принимают решения, НКО, которые могут помочь своим экспертным знаниям и так далее, и контактные журналисты, которые хотят узнать больше истории, хотят и в том числе очень часто помогают компаниям победить. И вот это как бы наше движение вперед, цель на ближайшее время, это именно создать вот такую платформу. То есть развить, то есть тот инструмент, который у нас сейчас есть, по-моему, до той стати, когда это будет очень легко, удобно всем этим сторонам пользоваться. Что объединяются спешными компаниями? Посмотрев, как мы говорили, да, победы очень много у нас, и мы посмотрели, что их может взять, мы поговорили с авторами и некоторых петиций, для того, чтобы узнать, что они принимали в своей компании, что их победить, и мы немножко обобщили эти знания в четыре остальных пункта, которые я хотел вам рассказать. первое, это личные истории. Личные истории, ну, наверное, для тех, кто год, как никого, это, может быть, даже не самая новая, но действительно уникальная и очень-очень важная вещь. Личные истории, они помогают не только обединить людей, помогают рассказать проблемы лучше, эффективнее, и они помогают, без них людей очень легко. Здесь недавно, в последних колецах, потому что залог, основная мысль личных историй, это кто-то хочет чего-то очень-очень-очень сильно, но есть некоторые препятствия, которые не позволяют ему это получить или это достичь. И, по сути, эта история, там, любого фильма, этот залог, скелет любого фильма, любой книги, и кто-то чего-то очень-очень сильно хочет, но не может по каким-то причинам туда попасть. Вот, и это же лежит в истории, там, в основе, всех этих успешных пятиц, которые у нас есть. Вспомним эту историю Светланы, да, которая очень хочет жить, очень хочет биться с своей дочерью. Если вы почитали ее письмо, я могу вам представить, хотите, она очень-очень интересна только, потому что она говорит о том, что она сражается с Митербанком и брать его все деньги без того, чтобы сражаться за свою дорогу, для того, чтобы дочери поломать. И вот, ну как бы, эта личная история объясняет систему того, как работает Сбербанк в таких случаях гораздо легче и эффективнее, нежели, если мы попадем в лифисовый документ, который говорил, там, столько так есть было, столько так есть было, там, свернуто, так то банк не отвечает, так то банк не отвечает. Личная история. Личная история. Вот хороший пример тоже личной истории. Я, честно говоря, обстадил, потому что хотел показать еще немножко другие компании, аж компьютерного хранения, дети и так далее. Это довольно классная компания, значит, Василий Нечипон, который просто один раз посмотрел свой счет в Мегафоне и понял, насколько он переплачивает, и он постоянно занимает свои деньги, и он не понимал, почему. Он бросился в Мегафон, Мегафон ничего не договорился, потому что это его проблемы и так далее. В итоге он выяснил, что это оказывается проблем не только его, а как минимум 93 тысяч человек, которые, чьи там аккаунты подписываются кладным подпискам и снимаются деньги, и они тоже об этом не догадываются. Я попросил всего лишь простую вещь. Он попросил того, чтобы Мегафон повещал пользователю, абонентов, о том, что они подписаны на какие-то кладные подписки, и чтобы люди были информированы, могли как-то реагировать, подписывать, не описывать и так далее. И он победил. Но вы создали компанию, было отличной историей и фактов. Это было очень интересно, действительно, это было классно. Я думаю, как он работал с этой петицией. Но самое интересное в личных истории, это то, что они управляют новые личные истории. И вот появилась еще одна петиция, которая прямо начинается. Василий Янчук молодец, потому что кто-то действительно обновлен этой историей, посмотрел, не является ли этой ситуацией похожей на мою ситуацию, потому что у меня Мегафон и МТС. Произошло то же самое. Тут МТС уже Мегафон не отвечал у нас через платформу, в другой момент, а МТС ответил через платформу, извинялись и не возвращали по-моему, деньги. У Мегафон, я знаю, точно вернул деньги, которые они снимали, вот понятно, за эти платные подписки. А, МТС, я вот не знаю тоже. Но в любом случае, обидный вопрос. Разрубили. А, по поводу строительства. А, да, по поводу строительства. Я как раз могу сказать. Мы к 8 марта делали исследование о том, что, точнее не исследование, мы узнавали там, посмотрели, насколько активны женщины на платформе, да, и выяснили, что петиции, которые, большинство петиций, которые побеждают, громко побеждают, собирают больше всего оптика, и петиции начнут и женщины. И мы выяснили почему, но один из причин, потому что женщины умеют более эффективно рассказывать историю, не боятся своих эмоций, когда они рассказывают историю. Это довольно интересный факт, потому что мы просматривали, какие петиции побеждали, как они были написаны, как люди общались с подписантами, и выяснили, что действительно одним ключевой фактором является то, что женщины эмоционально, ну, помимо эмоционально, просто как бы очень эффективно умеют рассказывать историю. Хорошие рассказчики. Соответственно, они умеют, у них получается лучше тем не менее людей. Ну, это такой интересный факт. Ну, соответственно, появилось, да? Это такой интересный факт вопрос о строителе. Вот. Второй момент, это фокус на маленькой большой проблеме. Это второе такое обобщение, такой вывод, который мы выяснили, да, из того, что втеняет успешная компания. И здесь, вы, наверное, знаете, это вопрос, да, как съесть слона, когда ты расстеняешь некую огромную проблему на мелкие кусочки. И здесь работает, да, на четвертом работает тоже очень хорошо, потому что для того, в схеме, например, НКО, нам очень много НКО смотрит на какую-то глобальную проблему, они довольно долго и много работают там, общие, да, по причине какой-либо проблемы, не знаю, законопроекта здравоохранения какой-то определенный. Но это очень важная работа, очень много происходит, там, не знаю, лоббирование и так далее, в личных кампании, но в таком широком плане. Вот. Петиции на четверг, они, по инвенту, знаете, такая, что они расчленяют эту проблему на мелкую историю. Вот, например, например, когда пошла реформа здравоохранения, и все эти школы, и, значит, детские сады начали объединять и трясти, и тогда очень много детских садов потеряло медицинскую поддержку. У нас появилось очень много петиций от разных мам, которые требовали вернуть лечение детских садов детей внушением зрения, внушением слуха и так далее. Казалось бы, что эта история, она довольно конкретная и очень маленькая, потому что ведь, да, можно форум вокруг, организация вокруг, какой-то определенный от отдельного случая, да, вот этого нормального Магитогорса. Вот. Но решать мы это бывали проблемы или нет. В итоге выяснилось, что когда Магитогорс победила, Наталья все-таки добилась того, что в ее детский сад, где ее ребенок вернули лечение, появилась у нас новая история. Потому что кто-то, кто участвовал в ее компании, оказался таким человеком, у которого ребенок тоже ходит в детский сад, и они это скопировали. И появилась еще одна история, которая победила, и еще одна история, и так далее. Много-много-много-много-много. Тогда мы поняли, что необязательно смотреть на какую-то большую проблему, которую мы решали. Таким широким датным спектром смотреть, там, прямо идти из законопроекта, или что-то такое, делать такую общую большую компанию. Для того, чтобы добиваться системных перемен, необходимо, чтобы у вас была некая критическая масса людей. Людей, которые поддерживают вас. Людей, которые читают, что действительно эта проблема важна и она необходима. Эту критическую массу можно сформировать только за счет частных, конкретных мелких компаний, к которым им легче относиться, к которым они близки, к которым они понимают, что они конкретно помогают. Кроме того, они выиграют. Эти все огромные, вот эти все истории, это огромный факт, который висит в жизни тех людей. Соответственно, сейчас, я в соперенности говорю, что у нас вот это движение мам, которые ведут петиции о проблеме травоохранения и прав ребенка, это самое сильное активное движение на Changer. То есть, вот эти наши пользователи, которых мы, честно говоря, даже не можем определить каким-то определенным цифрам, не можем сказать, что их больше миллиона. Кто это за люди, мы не знаем, но мы знаем, что как только появляется вот такая птица, они к дружке начинают ее пересылать, и она набирает там подписи, и появляется какая-то акция, появляется информация в СМИ. В общем, они уже сами довольно независимо от нас работают, работают и побеждают. В общем, довольно классная штука. И это как раз пример того, что в «Красе и Смана» они расчинили эту проблему на конкретные случаи, когда их детские сады, где туда ходят их дети или школы, потеряли как раз момент обслушивания в тот момент, когда был кризис и порвали. Третий момент по поводу, что делает компанию успешной, это выбор правильного владелец сады. Это очень важная, кажется, что это довольно простая тема, но на самом деле это очень-очень сложно для других людей, потому что 90% петиции начнет, а он пришли к Путину. Там, где он должен быть, там, где он не должен быть. В общем, это на самом деле довольно такая жуткая ситуация. и мы еще пытаемся понять, какой экспресс нам проводить вообще наши пользователи, чтобы они действительно задумываются о том, кому она должна быть обращена. А ведь правильно выбранный адресат это уже половина того, что человек может делать, чтобы успешно провести компанию. например, вот эта классная история, может быть, вы знаете, и вас так не. Мальчик слепой, инвалид, из детского дома, его выгнали из общежития, ухожу в общежитие, выгнали из общежития, потому что у него собака в квартире. Он оказался на улице. И Дмитрий Караилов из Иванова, когда взял эту историю в интернете, начал петицию того, чтобы поддержать этого парня и попросить местных властей, чтобы они предоставили им квартиру. И я знаю эту историю хорошо, потому что мы связались с Дмитрием Караиловым, когда увидели, что эта история изобретает обороны, то есть идут в прописку петиции, они ее расшаривают, и так далее, но петиция была обращена Путиным. И мы предложили ему поменять адресатую петицию, потому что все-таки как бы логично, чтобы она была обращена комплексными властями, кто принимает конкретно те решения. Но это был очень долгий жаркий спор с человеком, который не хотел слушать, который был уверен, что Путин решает все это. У нас таких случаев так много, где-то пандус-история со Светланой, которую вы видели в видео, та же самая тема, тоже Путин должен решить. И по-моему, или нет. В общем, это довольно большая проблема. И это интересно, потому что это тоже очень нечто отражает, конечно, если некоторые. Но нам удалось говорить, что компания победила, молодой человек получил квартиру, но более того, Дмитрий Харанинов сейчас у нас активно начнет заниматься тем, что он рассказывает другим авторам петиции, как правильно выбирать адресат. И он помогает другим авторам петиции сориентироваться в этой вообще системе власти, не властик, если это компания с кому-то обращаться и так далее. В общем, это очень важно и это очень важно для любой гражданской компании. И тут есть интересный момент, потому что мы в Chainzork объединяем нечто, что называется главный адресат и второстепенный адресат. Главный адресат это напрямую связано с стратегией компании, как вы будете ее выстраивать. Главный адресат это напрямую допустим если это какие-то жилищные проблемы, какой-то представитель местных властей, который эти проблемы может решить. Если это аэрофлот представитель аэрофлота и так далее. Есть второстепенные и это тоже интересная штука, которая не так заметна, но это очень важно. Это тот человек, который может повлиять на адресат. и вокруг этого то есть, например... Например, Путин. Ну, где-то, где-то. У нас есть интересный случай с... есть такой Аркадий Смирнов от репетиции у нас было пару лет назад, и он начал очень активную кампанию за ремонт ремонторов в Самаре. И тогда он там действительно организовал уникальную кампанию, потому что ездили автомобилисты с наклейками напишите петицию, ну, то есть, все было очень так, интенсивно, очень круто организовано, и он тоже писал Путин, начать петицию, потом поменял адресат на губернатора, а потом он опять поменял на Путина, потому что он хотел в какой-то момент показать, что, значит, здесь такая штука, да, потому что вот я обращаюсь не к вам уже, а к кому-то вышестоящему. И для них только это работает, но это была для него скорее тактика, нежели как бы сама цель компании. Вот. И в этом смысле как раз я об этом говорю, потому что всегда есть некий человек в организации, который вы хотите, чтобы тот что-то сделал, принимает решение о той проблеме, которая вам очень важна. Но есть, кроме этого, еще куча других людей, которые могут повлиять на этого человека. Если это, там, самый простой комплекс, например, с какими-то компаниями, например, клиенты, либо спонсоры, или если открыть, там, не знаю, там, не знаю, там, не знаю, цирк, или какие-то интересные компании, когда комикон сбрасывались в крыши в цирк, там, там, в Красноярске или где. И они, значит, сначала пытались в цирке добиться какого-то разумения, а потом они пошли просто по спонсорам. Вот. Ну, то есть, есть такой момент, то есть степеньные адресаты, это очень важно, и это очень важно приезжать в голове, когда вы организовываете гражданскую компанию онлайн. Ну, и последний момент. А, ну, единственное, что я хочу сказать, что правильно выбранные адресаты более часто отвечают. И у нас, действительно, мы очень рады, что у нас буквально вот уже с последнего года, там уже где-то год, подегистрировалось больше и больше адресатов петиции на сайте, у нас элементарный вид для того, что в квалифицированном компьютере в Фейсбуке есть квалифицированный аккаунт, и мы сейчас такое же делаем и в России, и у нас уже там завезли квалифицированные инвестерства от компании Альянс, МТС, Спиртбанк, и там, ну, куча таких компаний, которые уже отвечать вы можете им напрямую просто задавать петицию, да, вы уже точно далеко знаете, что есть человек, который в этой компании отвечает на петиции и будет отвечать вам. невровидение, вы, наверное, знаете, в огромной компании, которая давно была у нас, тоже теперь рефицированный адресат. Так что, если вам не нравится, как вы пишете, прошло голосование, можете отправлять с вами, интересно. Вот. Ну и последний, самый важный момент, как раз, который я упоминал раньше, это именно тот факт, что за каждой петицией стоит реальный человек. не говоря об эффективности компании, мы говорим о том, что за каждой петель, что за каждой петель, уйти, Продолжение следует...